Потом уже сразу следуем давать. Окей. Тогда... Сейчас запись у меня включена. Давай тогда... Да, можно битрикс сделать отдельный под этот сайт. Ну, либо если ты хочешь это ввести в одном битриксе, то есть под несколько сайтов, можно и в одном. Там можно будет просто... Когда они на формочку будут отправлять данные, можно будет заголовок поставить. Вот пришлось такого-то сайта. Кстати, подумаем, может быть, имеет смысл один битрикс для нескольких этих делать. Ну, там все равно те другие по коперации, там рабочие. E-mail. Маркет. Вот, допустим, вот так. Маркет. И... Да, вот так. Тоже что-то. Это невероятно популярная вещь. Сделать через черточку. Вот. А, ну да, кстати, было бы. Проблема через черточку. Ахахахах. Вот, нормально. А, заработало. Отлично. Ты пишешь, да? Да. Открылся? Ну, вот, на почту пришло сообщение. Официально подключил, да? Отлично, все. Так. Ну, что нам, что нам теперь нужно сделать? Тут начинается самое интересное. Нам нужно создать еще одного пользователя. который будет в этом же битриксе, но у которой не будет. Здесь какой-нибудь еще один e-mail. Ну, да, конечно. Ну, что... Там, сейчас, погоди, я буду полностью администрировать. Короче, нам нужно будет создать пользователя, у которого ограничены права. Такой пользователь-бот, короче, который будет от имени сайта создавать лиды. Так, сейчас, тогда в одном сотруднике. Ставцы поймутчик. с в принципе сезон потому что это пароль он будет скорее всего сейчас он сможет у меня заходить по двумя одновременно и мне нужно будет выйти но он научная хотя вот он сейчас часть зависла чеку он короче сделаю пока сейчас для целей демонстрации там порой кунть один два три четыре пять шесть и вот потом есть странно очень нравится мы уже авторизован Давайте нажимаем сюда. Добавился, но он совсем не был. И он что, вообще ничего не спросил? Не, у нас так не пройдет, нам нужно его, чтобы он был не через соцсети авторизирован, а именно... Давай просто мы сейчас отсюда выйдем, зайдем в тот, и там назначим ему право доступа. Через этого, через режим инкогнито можно в хроме зайти. И когда тебе ссылка еще одна придет, или можешь прям вот эту же ссылку открыть через режим инкогнито, если она еще работает? Нет, не эту, а которая в почте была. Ну, а скорее всего, 0. Да, было. Ну да, наверное, нужна еще одна ссылка. А ты что хочешь, право доступа другие, значит? Короче, идея в чем, что должен быть отдельный пользователь, у которого... который регистрируется через e-mail и пароль, потому что нужно указать простой пароль. Который мы сейчас сможем на форуме тоже прописать. То есть нам этот пароль потребуется, чтобы его в скрипте прописать. А когда ты через социальную сеть авторизировался, он тебя даже пароль не спросил. Нет. Хотя, вот, если тут можно, например, пароль установить. Может быть. Нет. Нет. Не подойдет на такое. Значит, мы сейчас его там сделаем. Сейчас круги. Где? Вот так вот легко можно уволить сатурника. Ну, хорошо. А их заволено. Как мне удалить, да, я убегаю сюда. А попробуем на другую площадь, чтобы дать что-то купить. Ну, да, да, я попробую на другую выследить. То, когда ссылку получишь, зайди через этот режим инкомнат. Чтобы этих не было данных о том, что уже заходило. Кстати, вот там группа есть. А можно ли там что-то выбрать, интересно? Стои, стои, стои. Ой. Ладно, уже нажал. Возвращение сотрудника, ну да, можно в группу пригласить. Ну, короче, его нужно будет потом вынести какую-нибудь в отдельную группу. В отдельный отдел. Вообще просто, чтобы он вообще был совершенно отдельный. Вот. И доступ дать только на создание лидов, чтобы он их даже читать не мог. Создавать может, а читать нет. Да, сейчас. Спасибо. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, запоминать не нужно. Вот, теперь она нужна из-под администратора этого компании. Кстати, отсюда можно пока не выходить, но может пригодится. Да, и из-под вот этого администратора надо настроить права. Так, что тут можно? Это не надо. Да, подразделение. Моя компания. А, типа, в корневом, да? Так, здесь вроде бы ничего на эту тему нету, да? Тогда давай в CRM-ку перейдем. Лиды, или тут где-то настройки должны быть? Лиды, вот, настройки, вот. Там должны быть, вот, права есть. Где-то видишь права. Вот такие полоски. А, вот. И теперь его на пользователя надо. Чего, нету тут? Лидбот. Да, ладно. Выбрать. И теперь ему, что там? Менеджер, менеджер. Давай менеджер сделаем. Нам нужно, роль еще одну, добавить бот. Роль, прям вот название сверху. Роль написано бот. Вот, видишь, здесь здесь доступа нету. Нам нужно есть, короче, для лиды добавить права на добавление. Охраняем, да? Нет еще. Лид, видишь, сущность? Сущность лид. Напротив него это раскрывать необязательно. Добавление. Сделай доступ. Свод. Свои. Что, да? Да, сохранить. Вот и теперь ему надо… Так, мы, видимо, не сохранили. Сто... сто... сто, нет, сотрудник, верни менеджер. мы кнопочку сохранить снизу не нажимали из-за этого литбот не добавился чего тут в слева вот здесь вот литбот помешим пользователи добавляют да вот добавь еще раз только теперь его можно будет выбрать специальную роль вот теперь надо сохранить нажать снизу а тут точно все нормально сейчас тебе придется опять добавлять тут мы нажали сохранить вот это просто сама роль да то есть что может делать роль бот а дальше нам нужно эту роль привязать к пользователю чтобы у него были права именно это у администратора например на вообще все можно вот теперь 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 можно уже идти на сайт и делать формочку давай посмотрим вообще как она делается открой индекс html в клауде я думаю лучше будет да дважды так ну открой этот какого сайт еще разок у нас смотри сколько здесь форм на сайте на странице нет 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 1 форма 2 3 4 круто значит надо много делать так давай тогда подключай мне доступ будет быстрее короче просто отправь мне эту ссылку вот там где id.cloud9.openlife.emailmarketing ну да либо тут я полностью скопирую до решетки и скинь мне куда-нибудь во ВКонтакте или в Скайпе так давай так теперь сделаем ты можешь свою демонстрацию экрана выключить теперь я включу демонстрацию экрана так я там запросил доступ сможешь подтвердить здесь тут в папочке в этой смысле в этой вкладке коллаборейте справа должна быть штука такая кнопка зеленая гранта коллаборейте она потом что-то написано но там напротив моего ника должна выйти кнопочка гранта зеленая нету его ника нажал коллаборейт еще нету тогда Ctrl V5 нажми чтобы так как перед она обновилась 5 см ну или просто саму эту сейчас обрагаем ссылку вот так смотри смотри справа да в верхнем углу да ну коллаборейт да в игре в игре я нажимаю а вот все появилось грант нажимаем а там видимо свернут список а Р или РВ возможно РВ конечно это есть чтобы было и чтение и запись Вот, ну ты можешь, смотри, либо через демонстрацию экрана смотреть, да, либо по самому Cloud9 следить. Наверное, мы чуть-чуть здесь. Через демонстрацию. Так проще, да. Вот, значит, что у нас там есть. Во-первых, тут есть такая еще кнопочка, называется Run. Run? Да, можно такое делать. Короткий предпросмотр, но это уже на самом Cloud9. Что, мне... У меня Skype зависит, пишет, не отмечает. Сейчас? Да, да, да. То есть ты не видишь демонстрацию экрана? Да, сейчас только не видишь. Чем. Все, что вообще завишло. Да, если выключил, например, демонстрацию. Сейчас в экране. Лучше стало, нет? Продолжение следует... 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 в зону Я смотрю, здесь обязательными полями считается имя и телефон. И всё, да? Е-мейл не обязательно? Ну, ладно, нет. А, обязательно. А как это происходит тогда? Коэсс на рекламе, да, тем вот это вот как-то срабатывает. jQuery validate. jQuery validate. jQuery validate. jQuery validate. jQuery validate. иначе иначе как это все работает вот он нашел нет то что он нашел это подключение самого скрипта функциях ну вот выше варенными но в файлах скрипта есть выше да он любит вот это да но как видишь это сам скрипт я бы конечно больше так нет здесь точно нету ставим скрипт таймер вот здесь так ладно если мы здесь вообще есть такая штука так как по файлу похоже вот это нет нет только здесь здесь еще есть Да-да-да Так, как-то это всё очень подозрительно Здесь был какой-то отсчёт Угу, таймер ставил И где? Я удалил его Ты его удалил, отлично Тогда нам... Он вообще не нужен, получается? Ну, нет, не нужен Ну, смотри Тогда вот это вот Как же делось там? Это ты сейчас что сделал? Закомментировал то, что с таймером было связано Угу, отлично Ну, вдруг так понадобится на всякий случай Так, курт, ничего не поломалось? Да, инвалидация всё ещё работает Чтобы знать, как она ещё работает Так Закадка, конечно, как это сделать Может, кто-то другой скрипт стал Что-то напорное Ну, загадка в том, что как вообще найти такой другой скрипт Так Как его найти? Ещё разок, что здесь было написано? Здесь мы нажимаем кнопку «Подробнее» И заполните это поле, да? Ну, вообще без вариантов Набей поле Это, конечно Может, он по одному файлу ичит у него все Ах Ах Да Ну, не знаю, может быть, поле нет. Что если? Нет. Не по всему проекту. Что если сделать, по всему файлу, может быть, как-то. Нет. 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 Здесь он видишь, видишь, ищет во всех. И нашел в одном файле. И показывает в нем где. Но это не то. А есть контакт того человека, который ту формочку чё? Я уже вообще не помню, это было три года назад. Красота. Так. Так. Ко мне заказчик там был смартфон. Я потом решил, чтобы не себя уже перенял. Конечно, можно поискать, но это тоже. Время займёт. Ну ладно, давай посмотрим, может быть, может быть. всё-таки вот эта штука как-то это и делает. Ну ладно. Ну, в принципе, чё. Волюбация не так важна в том плане, что... Вроде бы она работает. Да и ладно. Главное, типа, не то быть. Будет она как-то там дальше работать. Вот. Вот. Дальше, ну, что нужно сделать. Здесь администрация, здесь он тут чутируется-то вообще. Ну ладно, а тут чё? Волюбация 7 Harry Reis. причем здесь хостингер вообще так ладно все переставать пытаться разобраться но я думаю не так временно того не стоит агентствитель так Так, вообще, ладно. Возьмём работающий пример. Это у нас... Это подбратить на эффективности. Здесь у нас есть индекс HTML. Ага, и тут она всё уже переехала. Так, короче, на... чё нужно... Здесь формочек несколько, да, и... Они все... Ага, ещё имя проявляется. Отлично. Ещё и комментарии. Как тебе страничка серенькая, нормально? Печаль, конечно, но... Я её сам уже делал. Так что... Хорошо, ладно. Главное, что он ВКонтакт уже отправил. Опять же, там меня не интересует. Не, ну, ты отправил, потому что он в Cloud9 работает. А вот на GitHub он отправлять не будет. Так... То, что происходит. Туда чувствуются перемены, что за бытовая жизнь, что... Ну, это проекте в другую. Нам сейчас... Не важно, нам нужно вот это. Лид. Так... Значит, что мы будем вот это отправлять? Справлять будем вот сюда. Только... Не в противной эффективности, а вот сюда. Вот. Дальше. Что нам нужно со скриптовом сделать? Пост... Посто. Смело. 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 Вот эту функцию нам нужно. Чем нравится-то? А, я не туда. А, может, точка запятая, а не запятая? Где, здесь? Да. Запятая. Вот они, видишь, запятая, запятая. Здесь идет создание объекта. Вот это все скобочки, это объект. Внутри свойства разделяются через запятую. Так, а вот внутри функции, вот здесь, через точку с запятой строчки. И то не все. Так, короче, вот это нам пока не надо. Ахахахаха! У меня не семенышки, перглавлю. Продолжение следует... 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 с заготовок может быть сделаем форма номер один панель акция форма акция но чтобы не было предоставленного спорта а здесь какие а здесь форма рекомендации но он давай с одной стороны разберемся так узнать подробнее вот потом тут вопрос в чем что есть у тебя будет один битрикс для нескольких вендингов здесь бы еще хорошо написать какой момент вот если будет давай напишем емайл то есть емайл маркетинг да форму можно даже не писать форму номер 1 просто емайл маркетинг акция и я пойму ты поймешь пусть будет пусть будет пусть будет ну хорошо, хорошо без проблем да давай сделаем акции тут субменьши писанины было тебе так так знаете что емайл сделали дальше нам нужно вот эту вот штуку сделать так это вот как раз те самые емайл и емайл 1234 ой не placeholder это вообще будет вы уже готовы и здесь тоже так да да можно можно в принципе сейчас он первый запрос сделает оно поменяется на что у нас там забавно документация как-то по странам было написано я этим пользуюсь короче вот вот на такую строчку можно будет поменять вот такой вот закодированный короче будет и емайл вот чтобы нельзя было просто взять и зайти мы в принципе можем сейчас с первой формы проверить как это работает и потом закодировать да потом закодировать сразу что я не ловил как закодировать а он сейчас тебе покажу как мы когда отправим запрос вот вот сюда битриксу он нам обратно вернет джейсон объектив такой вот и там будет написано что ключик на котором можно это будет заменить вот вообще предлагаю попробовать там да он загружает или уже будет помогать оно уже все сохранено работать вроде как вот здесь должно но пока еще на гитхаб не загрузили так сейчас сделаю чтобы точно узнать работает оно или нет под под отладками это место и мы узнаем что произошло так например так например что что есть что лит добавлен и вот он наш ключик с что сейчас я могу проверить да ты пока может битрикс открыть посмотреть там это все вот я пока на на полу нет и нет и и м он он и все все три поля видно да да имя дата он ответственный ринг он вот теперь смотри в квадрате как это джинс м а вот место логин и пароли он теперь такая штука вот он и теперь нам нужно найти следующую форму вот вот здесь будет значит рекомендации он и мне надо еще один индекс открыть это копирать я думаю нельзя так сделать вот охраны хитро нельзя ну ладно так все так есть большая буква так четверг быстрый да дальше 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 то это 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 как то это будет у нас не рекомендация а мы нажимаем ее назовем ее базы данных так вот здесь здесь мы берем с м с м там с так видите с м только только одна почта да так как будет рекомендации и последние вопросы да вот комментарии так что вопросы комментарии да или вопросы короче пусть будет так что здесь у нас просто когда лив падает там очень много слов просто что-нибудь одно это что это что за формы метод пост то м м м слушай м м м м м м м сайт есть заказ консультации телефон формы может быть она тоже форма выскакивает а сейчас эти с этой email с группы во вконтакте стало а что ее забанили типа вы там спам распространяете то есть это не спам это email маркетинг ну вот здесь базу продаете это нелегально я хорошо ее удалю нет 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 мы поменяли или вообще удалить мы им короче ладно эти все мелочи там короче они просто все эти формы сделаю ст консультации ну да это вот они вещмотал это значит что они появляются такие в окошке но какая за что отвечать я не знаю по идее нам нужно быть одна что их много что их три ого воу три ну-ка помоги еще виду виду могут всплывать пакет есть пометки заказа мк так как люди нет ничего сплава еще больше это наверное может оформить пакет есть какой то пакет не знал я просто не пишу как тут написано так ну и пакет подробнее для него это видимо что там пара ч но пусть будет ну да с конечной конечной метрики работает мы старая метрика но короче разумно нужно регистрируем сначала нет метрики пофиг пофиг да значит она получается но если счетчик правильный но хотя я не знаю в общем проверить где нибудь где там регистрироваться общего с и м так нет нет э нет нет и нет 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 в в нем мало а то получается что это то есть но она получается в основном на другой доме то есть можно купить но скорее всего быть даже работать но на месте домен сайта то есть чем не любят сайта да нахождь нашли менять если у меня не будет страшно меняется она все равно он пишет все данные которые к нему приходит все попозже на полу но на руках но то есть сейчас приходило то что мы хотим на всякие странички индекс акции мне написано что сегодня два захода нас просмотров поставить и страницы м с улучшен с оминс и мама он поможет не но в общем работает да так значит сейчас еще раз формочки проверим как тут что написано а лучше с этими скринами как на сегодня что ну нормально главное что адреса наши так что медика поменялась и там там все ли тут нормально так ну акции мы проверяли все вот идти ой так сохранил на в общем и что много всего нужно передавать для одна такая формочка на все случаи жизни вот так так как мы так так ну в общем то все вот это не будет работать у битрикс они по хитрому сделали любой запрос результатом является ошибка и в случае если код ошибки 201 значит все хорошо так так что у нас все можно закрывать все так все так так вот я предлагаю что сделать и самый верхний тоже то есть изменил доказать консультацию да ну давай значит это здесь у нас заказать консультацию телефон у нас не проверяется потому что конечно печенье ну ладно и заказ 1 совоку вот так вот сделаем так короче перед рисацией что у нас так нажимается вообще ничего ниже 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 вот ага так дальше имя базы данных на нормальных заказ 2 ну первую самую форму мы уже проверили по этому чему так и кминт тоже базы данных даже разное количество черточек сделаем так пред в значение так в ч так в так так в работа нет эти штыки не работают тут надо сделать просто форму тоже формы сплава еще там типа узнать подробнее но и значит вопрос четыре да давай демонстрация крана включает получилась но вот первый акция константин на это это ожидает этого вот эти четыре заказа звонка заказать консультацию консультацию на дальше мимо база на мух тонн ну шоу раздражались только числа были вон цифры потому что бывает там ну как бы цифры и знак там допустим это конечно можно на это все время ванна так и мая маркетинг нации вопрос все в принципе все классно вот единственное что откроет я кажется что то что то там не доделываюсь мне кажется так что сейчас еще раз демонстрацию кран открою там есть поля с комментариями я что-то их не видел вот он вообще где-то здесь отдельно болтается комментарии смотри в битрихсе там есть что нибудь вдруг он добавился уже а что мы смотрим открыть любой лид там лид который над этим с комментарием должен быть есть ли там поле комментарии а вот комиксов называется нет там такого не может быть так что все 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 теперь с комментариями должны добавляться так что попробуем обновить отошли Это у нас получается вопрос с комментарием. Там должно заполниться поле именно отвечающие за комментарии. В прошлом году написано телефон большой комментарий. Да, ты так сделал? Ну да. Да. Ага, сейчас подойдет и дубль и комментарий, большой комментарий вопрос. Ничего не понятно, ты бы сделал там имя, типа имя, телефон там. Хоть просто, чтобы, а то непонятно, где тут комментарии вообще. Видите, где комментарии, комментарии, большие комментарии. Сейчас эти сделаю, как можно. Вот сейчас должен был прийти из последней формочки. Слушай, что в базе данных тоже получается есть комментарии? В какой? В битриксе? Нет, нет. Нет, нет. Две формы, в которых есть комментарии, правильно? Да, здесь их две. Сейчас ты нажал на последнюю, да, получается имя? Да. на самом конце. Так, получилось. Емайл-маркетинг, вопрос. То есть, точник, ничего не понятно. Так, телефон, емайл, имя нету получается. Почему? Оно просто имя. А, вот, о контакте, имя. Комментарии, большие комментарии с кавычками, вопрос. Да, да. Так, ну что, все работает. Вот, по поводу формочек мы закончим. Я предлагаю, что там, видео уже на целый час. Вот. В принципе, эту часть закончили. Вот. Можно что сделать? Попробовать домен привязать, примерно. Или лучше потом, когда я куплю? Ну, решай, как бы, сам. Сразу. Ну, в принципе, ну, давай привяжем, давайте сейчас. Просто вон там к Емайлу вообще никакого отношения не имеет, там, про металл вообще. Ну, скинь, может быть, не стоит пока. Ну, да, ну, тут такое я делал для металлопорката сейчас. Не, мне кажется, это точно не стоит сейчас изморачиваться. Вон, дай-ка купишь домен, позвонишь мне, сделаем еще одно видео. Открою. Ну, это уже будет не сегодня, а сейчас там где-то день. Ну, ну, понятно, когда будет, тогда будет. Открою этот Cloud9 и демонстрацию экрана включил. Давайте изменения в этот, в GitHub солью. То есть, ты пишешь, да, еще получается? Нет, я уже все, я уже выключил, вышел. Нет, я имею в виду видео, я пишу. Вот. 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 А из Cloud9 я уже вышел. Ты зашел ко мне, да? Демонстрацию? Да, да. Вот. Ну, вот. Нам нужно для начала обновить это. Ну, в принципе, обновлять вроде как не обязательно, надо уже само изменение подтягивать. Вот. Ну, лучше просто закрыть их все, да, файлики. Если они все закрылись и не спрашивают сохранить, не сохранить, значит все сохранено. Угу. Вот. Консольку снизу растяни побольше. Да. Давай сделаем, собственно, Git Status, посмотрим, что произошло. Этот и назад нажал, да? Так, два файлика изменили. Ну, собственно, либо git add точка можно писать, либо прямо можно щелкать вверх, искать эту команду, грубо говоря. Только щелкать долго нам придется. Ну, нужно нам git. Git add с точкой. Да. Все изменения. Вот. И теперь git commit. Да, вот, например, просто циферку поменяй на тройку, чтобы не писать пока всякие эти комментарии. Так. Вот. И git push. Так. Ну всё, теперь оно должно работать по адресу email-marketing.github.io Ну, можно ещё раз первую формочку, ради интереса, проверить. Чё-то и надолго пришлось. Ну, чё, в принципе, можно все эти лиды удалять. Вот, и ждать реальные, ну, в смысле ждать, то есть, покупать домен, потом его прикручивать, потом раскручивать и всё. О, Костя, я тебе сильно благодарен. Как обычно. Ну, в общем, моя цель была показать, что это не так страшно, не так сложно. Ну, это да. Вот, если ты вот там, Кост знаешь, залез и всё переделал такой, всё же так страшно, я бы один точно не сделал. Ну, хотя, не знаю, у меня есть большие сомнения на счёт. Ну, тут, по сути, да, надо было… Я несколько часов потратил, чтобы узнать, что вообще такое с битриксом возможно провернуть. Потом… Ставь ты, если ты часов потратил. Потом… Я ещё несколько часов потратил это проверить, потом у меня всё получилось. И вот на удачном опыте, да, повторить это просто и быстро. Круто то, что у нас теперь есть бесплатный хостинг. Да. Выход на бесплатный хостинг. Это бесплатно, да. И что, это прям по времени неограниченно, да? Вообще… То есть, не нужно будет перерегистрироваться так же. Не забивать. Нет, нет, нет. Единственное, что это хостинг именно статических сайтов. Но там есть хитрость, что у них встроен шаблонизатор в сам GitHub, и он, грубо говоря, может… это… Ну, откроет парадигму эффективности. Смотрите. Давайте сейчас, наверное, дам ссылку, так будет быстрее. А, я ее в Skype скину. Да. Ага. Вот. 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 Открою сам сайт. Отдельные вкладки. Ага. Нет. Ну да. Можешь этот сконфировать. Он тебя перебросит на этот домик, то что там привязано уже все. Вот. Вот. Смотри. Здесь есть в чем. Нажми курсы. Менюшка сверху. И вот, например, деловая эффективность. Вот видишь такой текст, деловая эффективность и так далее. Вот. А теперь давай GitHub открою. Чтобы эта страничка сделалась, по сути, сама, открой папки Курсус. Что значит сама? Ну, почти сама. Открой бизнес МД. На самом деле вся эта страница это вот что. Угу. То есть указан заголовок, указан деловая эффективность. Кстати, здесь если нажать редактировать, ты можешь, даже если у тебя доступа нет, увидеть, во-первых, как файл выглядит внутри. Вот. То есть достаточно такой простенький текстовый формат. Вот. Единственное, что сверху есть особенность. Лэй-аут это определяет, каким именно образом собирать страницу. Вот. Тайтл, заголовок этой страницы. Ну и, соответственно, все остальное это контент. Вот. И, грубо говоря, можно разбить аштимальную верстку на шаблончики. То есть, например, можно сделать общий шаблон, в котором всегда есть менюшка верхняя, да, и подвал. Вот. И, соответственно, на основе этого шаблона еще несколько шаблонов. Вот. Вот. И, грубо говоря, потом, когда это все доходит до страницы с контентом, то можно сделать, чтобы сам контент был упакован вот в такой маленький файлик отдельный. И тогда этот сам маленький файл можно как, ну, собственно, гитхаб становится как CMS-ка. То есть, ты можешь редактировать сам контент. Там вот есть еще Preview Changes, кнопочка. Вот. Поступили. Да. Который тебе показывает, как сам контент выглядит, да. И вот он примерно так же выглядит на сайте. Угу. А вот это что такое? А это вот табличка, которая показывает, ну, вот, вернись в режим редактирования. Вот этот блок из четырех строчек. Что он означает? То есть, Launched? Ну, это, по сути, две переменные обозначенные. LayoutPage – это имя HTML-ного файлика, в котором шаблон этой страницы описан. Вот. Он там в отдельной папке лежит. Вот. А та – это вот заголовок страницы, да. Прикольно, слушай. Вот. И, соответственно, все, что сверху… То есть, это все автоматически тоже, да, получается? Ставилось, да. Прикольно, прикольно, слушай. Прикольно. Ну, ничего, как-нибудь дайду это программирование. Я тут мои руки. Сейчас сначала. Вот. А дальше, в принципе, грубо говоря, здесь нет похоронения. ПХП, зато ПХП есть в Битриксе. И, в общем-то, к Битриксу можно свое приложение написать на том же ПХП, да. И после того, как пришел лид, сделать что-нибудь интересное, хитрое. Вот. А вообще, по-моему, в Битрикс… Прикольно отправить ему ссылку там… Ну, насколько я понял, отправление почты в Битрикс, оно встроено. То есть, там можно просто его настроить, чтобы он отправлял почту при… ну, когда битрикс… когда олит приходит. Угу. Понял. А если, допустим, задача, допустим, вот такая, человек, допустим, заходит на сайт, там, допустим, переходит там по ссылке «Оплатить», ну, допустим, какой-то курс, да, он нажимает «Оплатить», вводит там данные туда-сюда, потом его перекидывают на какую-то страничку там «Спасибо, благодарность». Ну, его может не перекидывать, юнитпэй открой. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? А в оплате. Да, что после того, как он оплатил, ему приходит либо там ссылка на почту, либо его перебрасывают на страницу, где открыт доступ на какой-то страницу. Ну, надо подумать, как это решается. Самый простой способ – можно сделать просто специальный лид, да, еще один, да, с этим же человеком. Там просто, например, какой-нибудь его идентификатор, если где-нибудь у нас сохранился, ну, например, когда вводил данные в платежную систему, мы можем всю информацию о его платеже куда-нибудь в комментарии загнать. А потом уже действовать на эту тему. Это самый примитивный способ. Может быть, интереснее можно сделать. Либо… Ну, когда это будет легко, короче, давай. Ну, когда нужно, да. Ну, в общем, оплату, я думаю, тоже подключить реально. Мы как раз вот на этом отдельном практике про стигму эффективности тоже будем проверять. Так, сейчас думаю, что мне здесь надо будет. Вот, а так, да, теперь ты можешь прямо, если речь идет о конкретных правках на страничках, ты можешь даже не залезай в Cloud9 прямо в GitHub. И так, какой там. Ничего не могу создать группу, не могу. Ну, да, да. Вот, в общем, ладно, думай. И как, что думаешь, звони. Такое спасибо большое. Домен возьму, я тебе не сообщу.